Яркие цветочные композиции, необычные по дизайну скамейки и современные спортивные площадки. Московская набережная столицы Чувашия преобразилась до неузнаваемости. Наша съемочная группа заинтересовалась историей создания одного из арт-объектов – вход в подземный город. По легенде, на территории Чебоксарского Кремля существовал так называемый подземный город. Вскрытые от посторонних глаз подземные ходы. Возникли они в период смут и волнений при принятии христианства. В Чебоксарском Кремле было много монастырей и церквей. Чтобы спрятаться от набегов язычников, священники и монахи укрывались в этих подземных ходах и прятали свои ценные реликвии. Сегодня нет ни Кремля, ни других объектов, расположенных на этой территории. Но вход в подземный город удалось сохранить. Сейчас это отделанные под старину символические ворота, за которыми настоящая каменная кладка того времени. Борельефы перед входом украшены жанровыми сценами из городской жизни. Этой кропотливой работой в течение месяца занималась команда чебоксарского скульптора Андрея Молокова. Здесь я показываю городской пейзаж старых Чебоксар той эпохи. Здесь я показываю, так скажем, горожан, горожан чебоксара, они одеты в одежду той эпохи. Пожилой человек идет с палочкой, с кошечкой идет. Борельеф сделан из бетона. Внутри барельефа находится каркас из арматуры. Арматуры из стекловолокна, то есть не металл, не будет ржаветь, и ржавчина не будет проходить наружу. Рядом с арт-объектом установили информационные стенды с описанием легенды и устойчивые цветочные конструкции. Стоимость проекта составила почти 5 миллионов рублей. Средства пошли на обеспечение безопасности. Вход в подземный город находится под назором камер видеонаблюдения. Дарина Игнатьева, Мария Шоколева, Олег Хикимов, Республика.